Более 100 тысяч нижегородцев ночью с субботы на воскресенье ходили по музеям. В нашем городе прошла уже традиционная ночь музеев. В этой акции участвовали 70 различных учреждений, посещать которые можно было абсолютно бесплатно. Ночью попасть в музей было непросто, в чем убедился и губернатор Валерий Шанцев. Ну вот, очередь только опять. Вспоминаем советские времена. Но хорошо, что очередь в музей, а не за хлебом. Ну как настроение? Прекрасно. Ну, молодцы. В нем-то некогда ходить, да? Говорят, что все самое интересное происходит по ночам. Да. Ну что, фотографироваться хочешь? Да. Давай, иди. С нами? А еще? Сейчас садим. Давай. Убери, подожди. Она у тебя командир? Нет. Подожди, я готова? Нет, я не готова. Ага. Мне мама звонит. Смотри, я с вами. Давай маме подкажи. Мама, скажи, я с губернатором. Я с губернатором гуляю. Мама там в омурок упала. Я, говорит, с губернатором гуляю. Вот теперь выложат в интернете. Добрый вечер. Так просто красится. Да? Да. Ну, вот, я тоже приложился. А теперь мы в зубкове. Все музеи уже прошли. Не успели. Ну, 70 музеев сегодня открыты. Все не пройдете. Я им говорю, такое впечатление, что надо музеи переводить на ночной режим. Вот, вот именно. Вы правильно говорите. Днем некогда ходить. Разбудно. Они не соглашаются. Уговаривайте. Я в радиолаборатории сказал, нет, мы не можем. Я получил сегодня массу удовольствий. Вот был в радиолаборатории, в музее. Я получил физические опыты и посмотрел самые последние экспозиции, посвященные созданию уже роботов с живым мозгом. Это, кстати, очень полезно. На этом проекте отрабатываются новые лекарства по борьбе с эпилепсией, с болезнью Паркинсона. Эти болезни считаются неизлечимыми, и поэтому очень важно это сделать. Ну и потом эти роботы, они могут работать уже в самых опасных средах, заменять там человека, чтобы не подвергать его риску, опасности. У нас впереди с вами Сахарский фестиваль. К нам приезжают выдающиеся русские музыканты. Мацуев, Башмет, Спиваков. Фестиваль пасхальный. Через ночь музеев, через предстоящий нам праздник славянской письменности и культуры 24 числа мы плавно переходим в фестиваль Сахаровский. И у нижегородцев постоянно есть возможность увидеть что-то замечательное, что-то хорошее. Искусство высочайшего качества. Спасибо.